МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно через 10 минут на волне 102 и 0 ФМ. И теперь о том, что будет в ближайшие 60 минут. Таблетки до или после еды? Насколько строго нужно относиться к лекарствам в простудный сезон? Расскажет заведующая кафедрой фармакологии СГМУ. Бумажные журавлики как символ мира. Мир отметил День Оригами. Присоединяемся к празднику в нашей студии с архангельской художницей Татьяной Герасимовой. Две сотни ушастых, и это только начало. У нас в программе репортаж из Няндамской фермы кроликов. А также легкие и вкусные рецепты от шеф-повара нашей рубрики «Завтрак на чердаке». В завершении утреннего часа классическая музыка от Елены Тарасовой. Но сначала с главными новостями этого утра Наталья Лебедева. В эфире региональные вести. Это «Доброе утро, Поморье» мы продолжаем. В области сезонный подъем заболеваемости. Однако он все еще держится на уровне ниже эпидемиологического порога. Надеюсь, продолжим в том же духе, но для тех, кто все же простыл. О таких в области зарегистрировано уже почти 8 тысяч человек. Сейчас расскажем особенности приема лекарств. С кем не бывало, забыл принять утром таблетку, восполняешь пропуск в обед. Или лекарства нужно принимать натощак, но вспоминаешь о них только на сытый желудок. Насколько строгие на самом деле правила приема препаратов, в особенности противопростудных, расскажет наш следующий гость. В студии доктор медицинских наук и заведующая кафедрой клинической фармакологии с ГМУ Надежда Воробьева. Надежда Александровна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, мы все ждем, когда начнется эпидемия, эпидемия гриппа, потому что все ее обещают, предрекают. Из сезона в сезон. ОРВИ уже в любом случае идет. Вот, и если вы уж заболели, то как правильно лечиться? И вот, например, когда нужно принимать лекарства? Натощак или после еды? Ну, во-первых, не надо ждать эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний. Надо, наоборот, от них как-то постараться избегать. Ну, это профилактика, да. Да, но если такая ситуация случилась, человек заболел, мы должны четко понимать, что все препараты делятся, которые можно принимать до еды, после еды, во время еды. Все это будет зависеть от того, какой препарат назначает доктор. Если доктор назначил до еды... До еды, значит, мы должны принимать... А если нет, ну вот не успела, что-то там забыла. Перекусила случайно. Нечаянно поела, да. Это большая беда всегда. Ну, есть ряд препаратов, да. Вот если мы опять придем к нашему гриппу и острые респираторные заболевания, да, то есть ряд препаратов, которые надо принимать именно только после еды. Возьмем, например, тот же аспирин и тот же парацетамол, да. То есть это препараты, даже если мы почитаем инструкцию к препарату, там четко написано, что препараты вызывают повышение кислотности и могут быть различные язвы. Поэтому, чтобы не было вот этого осложнения, которое уже прописано и которое мы знаем, да, и можем ожидать, мы должны принимать эти препараты именно после еды. То есть строго по назначению врача? Строго по назначению, да. Ну и плюс еще как, вот то есть человек выпил таблетку и не так, что сразу пошел кушать. Да, то есть еще минут 10-15 должна быть такая тоже экспозиция, чтобы препарат успел подействовать. А что касается взаимодействия, чем лучше всего запивать лекарства? Можно ли соком и в особенности грейпфрутером, у него уже говорят, особое какое-то взаимодействие? Молоком точно нельзя, да, запивать? Ну вообще, опять-таки, все написано в инструкции. То есть если доктор не сказал никаких особей, мы должны прочитать эту инструкцию к препарату, да, там это специальная информация для пациента. То есть и в инструкции, как правило, написано, чем запивать. Если опять ничего не написано, то есть мы запиваем обычной кипяченой водой. То есть ни чаем, ни кофе, да, ни какими соками, да, ни тем более алкоголем. Я, честно говоря, ни разу в инструкции не видел, чем запивать. А просто не читали. Да? Да. Небольшим количеством воды. Воды, да, но как правило, там вот, ну, 50-100 миллилитров, это бывает абсолютно достаточно. Обычная вода. Но вот чаем хочется или кофем запить? Вот опять-таки и в чае, и в кофе есть такие танины, да, которые уменьшают всасывание, да, то есть меняют химическую структуру препарата, и мы получим опять непрогнозируемый эффект. Если я, например, приняв препарат какой-то, и после этого могу попробовать какой-то фрукт, ведь там много кислоты, например, лимон. Да, во время болезни ОРВИ очень часто хочется принять что-то, да, что содержит витамин С, лимоны, апельсины. Насколько они взаимодействуют с лекарственными препаратами? Ну, опять-таки, да, то есть мы получаем естественные витамины, в первую очередь витамин С, да, который является хорошим таким помощником для лечения вирусных заболеваний. Поэтому здесь, да, мы можем пить, да, и сок потом, но это только не в приеме пищи. То есть если вот человек принимает препарат, должна быть экспозиция 30 до, 30 после, только потом я могу выпить какой-то сок. Или чай с лимоном. Или чай с лимоном, но, учитывая, что мы живем на севере, все-таки надо как-то, наверное, вот свои исторические корни уважать. Ведь раньше у нас ни лимонов, ни апельсинов не было, да, и чем люди запивали? То есть они варили кисели. Квас. Квас, да. Потом очень хорошо морковный сок, во-первых, он нейтрально действует на препараты, и в то же время дает такую же дозу каротина и витамина А, и витамина С. Но мы почему-то забываем, да, вот про эту обычную морковку, которая доступная, которая прекрасна, и не взаимодействует с препаратами практически. Потому что его выжить надо. Поработать надо. Поработать еще во время болезни. Да. Тем не менее, во время болезни очень многие любят, да и врачи рекомендуют пить как можно больше жидкости. У каждого свои предпочтения, кто-то больше травяные чаи предпочитает. И вот здесь возникает вопрос, есть ли какие-то напитки, которые пить лучше, чтобы именно способствовать работе лекарств? А есть ли напитки, которые абсолютно убивают весь эффект? Да. Ну, вообще, вот вы само слово сказали, травяные чаи. Травяные чаи – это уже лекарства. Оу. И даже возьмем самые банальные, вот там зверобой, ромашка, да. Малина. Малина, например, да. Вот если вообще малина, да, то есть впервые Гиппократ, это еще давно-давно-давно, когда не было фармацевтики, не было фармакологии, он тогда уже понял, что отвар малины, листьев малины – это прекрасное средство для борьбы с температурой. Почему? Потому что там есть салициловая кислота, салицилаты. А теперь представьте, мы пьем малиновый чай, да, тоже травку заварили, вот эти все листья малины, и запиваем парацетамолом. И потом человека везут на скорую помощь из кровотечения. Потому что он принял лекарства в виде малины, да, которая есть, и плюс принял лекарства, которые… То есть это усиленно как раз на эффект? Это усилевает, да. Поэтому здесь, если человек не знает, сомневается, лучше пить просто обычную кипяченую воду. Минеральную воду, да, то есть опять вот эти кисели, морсы наши, вот обычные северные. То есть травяной чай может быть опасен? Травяной чай абсолютно может быть опасен. Во время болезни? Да. Он может усиливать как раз ту терапию, если вот мы говорим о нашей сезонной сейчас проблеме, да, вот вирусные заболевания, он может очень сильно повлиять на взаимодействие и различные эффекты лекарственной среды. А если в чай заваривать эхинацею, ведь она повышает иммунитет? Или она тоже как-то может быть вредна? Или повышение иммунитета – это вообще миф? Ну, вообще, это тема, наверное, отдельного какого-то разговора. Иммунитет нельзя повышать, как и нельзя снижать. Иммунитет у человека либо есть, либо его нет. Многие еще люди говорят о том, что когда я болею, мне необходимо немножечко алкоголя для того, чтобы побыстрее выздороветь. Ну, хотя бы красного вина. Это кто так обычно говорит? Мужчина или женщина? А как же традиционная... Женщина. Вот удивительно, что про красное вино женщина, да. А про водку, например, мужчина, мне папа каждый раз, когда заболеваю, рекомендует, нужно выпить рюмку водки с черным перцем. Да? А мне говорят, что и лимон. И вот только это спасет, говорит. Да, ну, раньше было даже такие вот, на севере пили, да, такие вещи, но они не принимали препаратов лекарственных. То есть, либо алкоголь, либо... Нет, ну, мы сейчас не будем этим заниматься, да. То есть, вообще, никакие препараты, любые, да, ни витамины, никакие, алкоголем не запиваются. Эффекты могут быть непрогнозируемы. Вот если, например, человек использует вот те же салицилаты, нестероидные, противовоспалительные препараты, обезболивающие, жаропонижающие, и еще решил принять антигистамин, у него из носа течет. Плюс решил взять таблеточку снотворного, потому что он спать не может. Он будет просто не проснуться, если он запьет все это алкоголем. А вот если человек забыл выпить лекарство вовремя, условно, нужно пить три раза в день. Проснулся, забыл, в обед вспомнил, не выпил. В обед, в ужин вспомнил, вспомнил, что надо было выпить три таблетки, и три таблетки выпил разом. Насколько так можно поступать? Ну, так тоже делать нельзя. Накапливается. Да, если опять мы возьмем наши респираторные заболевания, осложнения, и врач назначил антибиотики, да, четыре раза в сутки. Вот он забыл утром, забыл днем и вспомнил вечером. Не надо удваивать дозу препарата. То есть он должен принять ту дозу, которая наиболее близка к тому моменту временному. И все. И дальше снова идти уже по тому расписанию, которое ему назначил доктор. Увеличивать дозу, то есть принять вместо двух таблеток четыре, например, этого нельзя. Почему? Передозировка будет. То есть если уже пропустил время, забудь про них, да? Да, про это забыть надо. То есть с этим надо смириться. Спасибо, Надежда Александровна, но мы все-таки пожелаем всем не болеть. Не болеть, да, и смотреть позитивно на жизнь. Спасибо вам большое.